Чёрное зеркало Британия выставила Евросоюзу, чем вызвала возмущение и в самой Британии, и в странах Евросоюза. Как сильно будет трясти старый свет после британского политического землетрясения? Какие волны дойдут до Украины? И вообще, как жить теперь с этим уходом по-английски? Первый вопрос я задам тот, который задаёт сегодня, наверное, весь мир. Господа, а что это, собственно говоря, было? Что это за финт, если не ушами, то Брекзитом? Хочу начать сегодня с экспертов. Тарас Загородин. Добрый день. Ну, судя по тому, как вся страна у нас переживает за долю Великобритании, это как бы все так и переживали за нашу страну. Ну, во-первых, ремарка. Ещё никто никуда не ушёл. Минимум этот процесс, если он начнётся, дай бог, будет продолжаться лет пять. Британия является членом ЕС и остаётся членом ЕС. Что реально происходит? А реально происходит простая вещь. Евросоюз начинает трещать под грузом своих же социальных обязательств, которые он уже перевыполняет, условно говоря. Британия не хочет принимать в этом участие, условно говоря. Не хочет упасть под грузом долгов, которые накопили страны ЕС за счёт уже превышающих все разумные меры, социальные программы. Фактически финансирование людей, которые не хотят работать. Это демотивирует людей, которые хотят работать. То есть в результате финансирования, огромное финансирование программы, если посмотреть, долги, например, той же Италии уже составляют 120% от ВВП. Долги Испании тоже составляют. И это всё находится в зоне евро. Британия, одна из причин, почему Британия так остро реагировала на ЕС, это то, что они видят, что ЕС проводит нерациональную, в первую очередь, социальную политику. Я сразу же хочу сказать, что Италия уже тоже заговорила о своём референдуме по поводу выхода из ЕС, и не только она. После этого у меня возникает другой вопрос. Что это было? Вопрос ко всем присутствующим. Кто хочет, поднимайте руки. Что Брекзит? Это пробный камень? Шар, который за собой потянет... То есть то домино, которое за собой потянет эффект домино? Или на этом всё может и успокоиться? Евросоюз выстоит? Григорий Немер. Брекзит это прецедент. До сих пор членство в Европейском Союзе это был билет в один конец. Первый раз страна огласила о своём намерении выйти из Европейского Союза. Я не согласен с коллегой-экспертом, который считает, что главная причина этому экономически. Как раз экономически Британия, она, кстати, не является членом зоны евро, так же, как не является и не принадлежит к Шенгену, выигрывала и выигрывает от членства в Европейском Союзе. И как раз лагерь тех сторонников, которые считали, что Британия должна остаться в Советском Союзе, в Европейском Союзе. Многие говорили, что Европейский Союз превращается в Советский Союз. Напирали на экономику. Но главная причина, по которой большинство проголосовало против, была не экономическая причина, а эмиграция. Это главная тема, главный неврологический узел, который разыграли противники. Но, как историк, могу сказать, что это не первый Брексит. В своё время, в начале 16 века, король Генрих VIII избавился от излишнего давления и зарегулированности внутренней его семейной жизни со стороны римского папы. И тогда это был первый Брексит. Но с точки зрения последствий, естественно, Британия – это 3% мирового внутреннего продукта, Европейский Союз – 20%. Британия всегда выступала, кстати, с точки зрения Украины, за расширение Европейского Союза. Тогда, как другие страны, такие как страны Бенелюкса, Франция, они всегда приоритет отдавали углублению Европейского Союза. Но должен сказать, что те, кто хорошо знает историю Европейского Союза, могли бы вспомнить прецедент, который был уже с выходом не страны, а части страны – это Гренландия. В своё время, в 1973 году, когда стала членом Европейского Союза Великобритания, также стали Ирландия и Дания. А Дания принадлежит также острову Гренландии, который получил в 1979 году большое самоуправление, автономию. И они решили в 1982 году провести референдум. Кстати, результат точно такой же. 52% гренландцев проголосовали за выход из Европейского Союза, главным образом, потому что у них была рыбная промышленность. И с той поры Дания остаётся, ассоциированный статус имеет Гренландия. Но в Рейландии размер страны 56 тысяч населения и Великобритании сопоставим. Никого не пугает эта тенденция. Мне сложно как-то понять. Мы только мечтаем стать членами Евросемьи. Очень медленно, ни шатка, ни валка, если честно, движемся в этом направлении. А уже есть люди, которые не хотят участвовать в Евросоюзе. Поэтому это прецедент, который будет иметь большое влияние. Николай, что вы здесь? Первое, что вы знаете, сегодня в Фейсбуке действительно очень много таких споров. И наши политики, блогеры, какие британцы нехорошие. Мне кажется, что это пример того, что в стране работает демократия. И не устраивалось там Майданов с разных сторон. Посчитали 52 на 48, зафиксировали. Сразу после этого премьер-министр подал в отставку, как человек инициировавший. Он только объявил о намерении. Ну, объявил о намерении. Представить такое, что у нас такое произойдет, это невозможно. Это из области политической фантастики, согласен. В отличие от нидерландского, насколько я знаю, британский референдум имеет механизм прямого действия. Нет, нет, не имеет. Он такой же статус. Де юре ни, а де факто так. Я думаю, что вы знаете, опять же, Тарас очень такую, в начале своего выступления сказал очень значимую фразу, что мы так переживаем за Британию, как будто у нас так все хорошо. Мне кажется, что, как в Одессе говорят, нам бы их проблемы. И действительно, я думаю, что это прецедент того, что нам нужно думать о том, как самим становиться сильнее. И как Европейский Союз, я понимаю, что это может быть такая высокопарная фраза, должен стремиться получить нас в качестве своего члена, а не мы стремиться. А вот здесь другой вопрос у меня возникает. Я попробую, хотя бы, Александр, как вы считаете, не может ли случиться так, так что в том, надеюсь, недалеком времени, когда Украина, наконец-то, будет соответствовать всем критериям Евросоюза, Евросоюза уже может и не быть. Это такая главная шутка сегодняшнего дня. Я неоднократно говорила в своих интервью. Это шутка, может быть, с долей грусти большой. Что Украина относится к членству к Евросоюзу как к подросток курению. Мы пытаемся самовыразиться за счет возможной перспективы. И знаете, когда уже все бросают курить, мы только начинаем. Вот это приблизительно такое состояние. Но давайте посмотрим о этом решении британцев в нескольких плоскостях. Первое, это непосредственно сам United Kingdom. Тоже является союзом. И у них есть свой внутренний раскол. Что говорит нам Шотландия, да? Она вообще поднимает вопрос о том, что возможно вообще войти в Евросоюз как отдельное государство. Пока это, конечно, тоже невообразимый пока сценарий. Но идеи такие страны. Но, по крайней мере, мы совсем недавно и ретирианду на выходе. И примерно такие же были результаты. То есть Британия как союз тоже сейчас стоит перед выбором, устоит, не устоит. Следующий момент. Что действительно делать с этим решением? Насколько его игнорировать или сразу? Ведь Европейский союз сиюминутно отреагировал и сказал, не затягивать с решением. Потому что мы понимаем, что тормозной путь решения еще по люфту, по времени есть. И многие аналитики говорят, что до 4 лет может еще продеться. До 5, до 6 даже звучат такие мысли, можно это все затянуть. Тем более, да, Британия донор ЕС, один из основных игроков. Это не просто там вопрос, как с Грецией, когда решался, да? Что будет, как. Это сильный удар для Европейского союза. Второй момент. Как реагировать самому Европейскому союзу? Континентальная часть остается нерушима. Им нужно стабилизировать сейчас. И сейчас все ресурсы будут направлены на то, чтобы отсечь все не нужно. А Украина как раз будет тем вопросом, который постарается отсечь. Вот об Украине я и хотел поговорить отдельно. Все-таки наша рубашка ближе к телу, да? И стабилизировать максимально. Украина в этой истории. Нам потерять поддержку Европы, ну не совру, если смерти подобно, наверное. Алексей Рябчин, как вы считаете, до Украины будет дело в ближайшие год-два Евросоюзу, который, в общем-то, должен сейчас попытаться сохранить свою целостность? В общем, бед у него прибавилось. Украина на каком месте будет? Я думаю, в любом случае Украина останется среди приоритетов, но внимания нам уделять будет намного меньше. Мы сейчас, как они называют, out of radar, то есть вне поля. Может быть, все интеллектуальные и другие ресурсы будут направлены для того, чтобы решить внутренние проблемы, но внешних они ни в коем случае не забудут. Отвечая на вопрос, что это было вообще, я как глава группы дружбы, вместе со Светланой Залечук, мы вдвоем, кстати, Юра у нас заместитель главы по группе дружбы, мы очень много общаемся с британскими парламентариями, и что это было? Кто-то скажет, что это действительно демократическое возливление граждан, и обратите внимание, как быстро их цик просчитал. Ночью уже были результаты, и мне кажется, вот этому нужно у нас поучиться. Конечно, оппозиционному блоку не понять, что такое демократическое возливление граждан, потому что, когда президент страны идет против мнения граждан, тогда и получается у нас Майдан и прочие вещи. Кто-то может сказать, что это победа бедных над богатыми, потому что очень много людей, которые находились в не том положении, в котором они хотели бы, они и проголосовали. Кто-то может сказать, что получился нонсенс, потому что британцы проголосовали фактически за усиление своих торговых позиций, потому что они хотят выйти из протектората Брюсселя, но за ограничение свободы передвижения. То есть одну свободу увеличить, другую ограничить, чего фактически не бывает. Смотрите, если мы признаем, что внимания нам Европа будет уделять хотя бы в ближайшие годы меньше, не нужно быть семипядей во лбу и гениальным политиком, чтобы понять, что внимание это нужно к себе привлекать. Каким образом, Розенблан? Борислав, я хочу сказать свое мнение. Британия торгуется. Это действительно пример великой страны, великого народа, который умеет выторговывать свои позиции. Я думаю, это уже не первый раз, когда Великобритания заявляет о своем выходе. Мы вспомним урок английского чека, который в последний день все страны говорят, что доноры, лишь только Англия получает в обратном положении свои деньги на сельское хозяйство. Кто не знает, 5 миллиардов фунтов стерлингов, они в год получают в обратном направлении. Так вот, на мой взгляд, на сегодняшний день, Великобритания действительно никуда не собирается выходить. Сегодня зарегистрировали постановление о новом референдуме, о признании, петицию, да, о непризнании референдума. 100 тысяч голосов набрают в течение трех часов. Я не перебивался, извините, да? Три часа понадобится, чтобы набрать 100 тысяч голосов. Борислав, смотрите, смотрите, я хочу вас не перебить, а просто направить вас в русло ответа на мой вопрос. Пожалуйста. И петиция, хорошо, новое голосование, да, это все называется внутренние проблемы Евросоюза. На это будет отвлекаться их время. Как сделать так, чтобы об Украине не забыли? Вот о чем я спрашивал. Вы знаете, я хочу просто сказать, не в обиду, конечно, на Украине, о слабых никогда не вспоминают. Вспоминают о том, когда действительно они начинают там кричать «хелп» и все остальное. Украина должна сама думать о своем пути развития. Украина должна делать все для того, чтобы становиться сильным государством. Действительно, заявлять о своих правах и претензиях на какие-то участия тех или иных международных организаций путем своего экономического роста. Постоянно напоминать о себе и говорить «помогите нам, потому что мы уже погибаем, но уже надоело всем слышать об этом». Поэтому сегодня, ну, как бы Европа говорит об одном. Пожалуйста, мы готовы. Готовы вам помогать, готовы выделять вам деньги. Покажите реальные успехи в ваших начинаниях. Покажите ваши успехи в реформах. В таком случае вы будете нам интересны. Но страна, которая не показывает, она не интересна. Сергей, как вы считаете, нам стоит уже ожидать ослабления интереса и поддержки Европы? Во-первых, я хочу пару слов сказать о том, что там реально произошло. Это и торг, и большая политика, большая геополитика. Сколько будет в Великобритании выходить из Союза? Уверен, формально два года, поскольку есть, здесь, наверное, уже говорили, 50-я статья договора о деятельности ЕС, которая четко указывает на термины с дня подачи документа о намерениях. Есть еще 218-я, часть третья этого договора, который регламентирует, что все государства, участники ЕС должны ратифицировать договор о расторжении такого членства. Есть политический процесс внутри Евросоюза. Но в этой большой игре нас нет. И я не думаю, что Британия неким образом повлияет на отношение Европы к нам. Не в эту игру, друзья, нужно играть. Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую украинские проблемы. Наши проблемы не выход Британии, а политическая коррупция. Картель блока Петра Порошенко и Народного фронта в парламенте. Не коалиция, а просто экономический бандитский картель. Третье. Это неспособность и банкротство в намерениях и в проведении реформ, которые не осуществлялись в течение последних 20 лет. И особенно не осуществляются, когда есть такой уровень доверия народа в условиях войны правящей коалиции. Поэтому, по моему глубокому убеждению, нам нужно успокоиться, прекратить эту истерику псевдоспециалистов по вопросам Британии и Европы. И наводить порядок в стране. А по поводу... Я вот вам хотел, пользуясь возможностью, обратиться по поводу вашей реплики относительно оппозиционного блока, который умеет или не умеет читать голоса. Или Януковича, который куда-то сбежал. А обратитесь, пожалуйста, к своему кандидату в 151 округе в Полтавской области, господину Богдану, за которого агитировала, наверное, по вашей просьбе, вашей партии госпожа Савченко Юлия Владимировна, приезжая туда, в Полтавскую область. Сергей, ну без решения внутриподчинных... Чтобы они не раздавали аптечки производства Российской Федерации, фирмы здоровья, которая принадлежит русскому вору в законе, близкому к Путину, одному из депутатов, депутатов Открасной Думы. И прекратите подготовку к раздаче денег. Давайте, наконец-то, хотя бы на примере одного округа, покажем, что в этой стране ботищена партия простых людей могут играть в честную политику, никакой Европы. Вот эта проблема, не Британия, вот такие проблемы, грязные выборы. Сергей, я объявлял темой обсуждения до выбора Верховной Рады. Это стоп для нашего европейского пути. Отключите микрофон Сергею Капнину до конца первого часа. Алена, пожалуйста. Добрый вечер всем. Я хотела, мне просто так непривычно, я не была еще здесь, такой формат, когда люди так высоко, хочется помахать, сказать привет. Я о референдуме, который вообще как механизм оценки волеизъявления людей. Я была со 2 по 6 мая в Великобритании. И имела возможность вместе с одним из депутатов попасть на местном округе, вот так вот идти по квартирам, по домам и спрашивать людей относительно их решения по этому референдуму. Это был север Англии. И когда вот так стучали и спрашивали, определились, как вы будете голосовать, а люди говорили, а что это нам даст? То есть реалии жизни таковы, что люди не знали, что им дает их участие в Евросоюзе. Что вас удивляет, у нас Украина, по-моему, была суть не за свои кандидаты. Я поэтому и говорю, что если бы сейчас мы сказали, что мы проводим референдум в Украине относительно того, хотим ли мы быть в Евросоюзе, я думаю, у нас появилась бы точно такая же ситуация. И поэтому, может быть, мы должны задать себе вопрос. Что для нас могло бы быть ценным в участии Евросоюза? И если я, вот, например, если мне такой вопрос задали бы, я бы сказала, что мне ценна в Евросоюзе одна ценность. Это верховенство права. Верховенство права. Все остальное в Украине есть. Все остальные ценности, понимаете, в Украине есть. И поэтому это то, чего нет. У Англии, которая, понимаете, в Англии, которая уже живет в этой системе, они уже оценивают по-другому ценность своего пребывания в Евросоюзе. И все же, и все же, друзья, это уже случилось. Всем с этим жить. И Европе, мне хочется все равно возвращаться к тому, как с этим жить в Украине. Игорь Уманский, пожалуйста, я хочу спросить у вас, как у экономиста и финансиста. Сегодня рынки, биржи отреагировали на Brexit, отреагировали негативно. Упал курс фунта, если я не ошибаюсь. Упал курс евро. Гривна выдержала. Гривня выдержала. Она не влияет на процентах. Даже нет марки Brent опустилась в цене. У нас есть графика, даже наши редакторы сейчас ее вывели на экран. Фунт к доллару подешевел на 11%. Не было такого, по-моему, с 1986 года. Каких финансовых потрясений стоит ожидать украинцам? Добрый вечер всем. Все-таки не сильно мы торговали с Британией, правильно? Безусловно. Добрый вечер всем. Повторюсь, сегодня с утра я общался со многими, в том числе, с журналистами. И очень многие задавали вопросы относительно курса гривны, прямого влияния. Мое, безусловно, убеждение, что в кратко, очень краткосрочной перспективе, влияния прямого на гривну, на экономику Украины не будет. Безусловно, Украина не задействована столько ни с Великой Британией, ни с Европой в торговых отношениях, чтобы те колебания, которые сейчас происходят, прямо на нас оказали негативное влияние. Я осмелюсь заметить, что, скорее всего, мы даже получим определенный позитивный эффект, но очень краткосрочном периоде. Я бы все-таки не политизировал с точки зрения украинских реалий то, что произошло, и чем это грозит для Украины. Мое ощущение, мое отношение к данному процессу и с точки зрения средней и долгосрочной перспективы, влияние как на Европу, частью которой Украина есть и будет всегда, независимо от того, в какие союзы мы входим, будет достаточно негативным. Те центробежные силы, которые сейчас происходят в Евросоюзе, Британия стала лишь кристаллизатором их, они говорят об одной простой вещи, о том, что та система, в том числе мироустройство, которое есть на сегодняшний день, она устарела. И то, что происходит в том числе у нас на Востоке, в том числе, что происходит у нас в отношениях с северным соседом, и вы видите, что происходит, в том числе сейчас оценки, говорят об усилении Кремля ввиду этих процессов, они будут иметь значение достаточно огромное. И, безусловно, это будет иметь прямое отношение для Украины и с точки зрения нашей позиции и в переговорном процессе, как в минском формате, так и в других форматах. И в этом отношении, мне кажется, что то, что сейчас происходит, а в Британии, и тут вопрос возникает о том, сохранится ли, собственно говоря, союз самой Британии, так и в Евросоюзе, он более опасен, чем нам бы это хотелось. Сохранится ли союз? Мы немного в шуточной форме спросили, верят ли в это наши телезрители, пока мы здесь с вами разговариваем. Они на нашем сайте подробности.ua, надеюсь, активно отвечали на вопрос, доживет ли Евросоюз до вступления в него Украина. Ну, имеется в виду в том виде, в котором он есть сейчас. Нет, уверен, 30-31% из тех, кто нас сейчас смотрит, 69-70% все-таки верят в будущее, в светлое будущее Евросоюза. Мы продолжим. И Борислав, и вы, Сергей, до того, как я отключил вам микрофон, я хочу напомнить об этом. И многие из вас уже говорили о том, что Украина должна показать Евросоюзу свою готовность к реформированию, к реформам, к улучшению качества жизни, хотя бы для того, чтобы от нас не отвернулись и не забыли о нас. Но почему эти реформы чаще напоминают реформы-невидимки? Давайте разбираться. Начать хочу с цитаты будущего посла США в Украине, которая скоро уже, возможно, займет этот пост, приедет в Киев. Мария Иванович заявила, что впечатлена прогрессом, которого Украина достигла в реформах за последнее время. Я даже процитирую. Украина сделала большой прогресс в свете реформ за последние два года, чем за все 23 года независимости. И я разделяю особый оптимизм относительно траектории реформ в Украине в этом году, учитывая несколько ключевых достижений с момента реформирования коалиции правительства в апреле. Сказала Иванович, объясните мне, пожалуйста, я вижу какое-то несоответствие. Политики, почти все украинские, близкие к власти, и даже западные отмечают реформы в Украине. Почему их не видит общество? Борислав, вы никогда не задумывались об этом? Давайте сначала начнем, что такое реформа. Это изменение в обществе, вводимое законодательным путем, не влияющее на функциональные составляющие. Назовите мне эти реформы в Украине. Просто назовите. Получается, на словах у нас происходит масса реформ. За два года результат каких-то реформ мы бы, наверное, уже увидели. Однако выясняется, что в основном реформы происходят либо в высоких кабинетах, либо на страницах газет, либо на экранах телевидения. В жизни все гораздо сложнее. Именно потому, что не реформируя, но рассказывая о реформах, проще деребанить бюджет. Видимо, поэтому в Украине такие проблемы. Теперь я хотел бы сделать маленький шаг назад и кое-что объяснить. Все мои коллеги и эксперты не сказали о самом главном вопросе. Британия является чуть ли не единственным нашим партнером, который действительно оказывает нам военную помощь и помогает во всех военных программах, в том числе и натовских. Британия на сегодняшний день является основным лоббистом Украины в Евросоюзе. Не Германия, не Италия, не Польша. Это правда, а Британия. Поэтому надо рассматривать еще один вопрос. На сегодняшний день четко известно, что главным претендентом на премьерство рассматривается Борис Джонсон, который не является симпатиком Украины. И давайте рассмотрим еще одной коннотацией. Если в Америке побеждает Трамп, а Борис Джонсон становится премьер-министром Великобритании, то это не самые хорошие сигналы для Украины. Амари Ли Пен во Франции. Это гарантированно. Список, наверное, можно продолжать. Я могу объяснить ситуацию. Надо рассматривать еще почему. Потому что Украина на сегодняшний день не субъект мировой политики. А объект. Мы не влияем. Поэтому нужно действительно переходить от пассивной позиции к проактивной. И только таким способом Украина сможет не просто заставлять кого-то прислушаться, а влиять на свою собственную судьбу. И все-таки, почему такие разные акценти, Тарас? Зачем вы, Тарас? Ну, по поводу Великобритании. Конечно, Великобритания помогает. Она подписывала Будапештский меморандум. Она хоть какие-то обязательства перед нами имеет. А Германия и Франция не подписывали, условно говоря. Поэтому понятно, что... Россия подписывала? Россия подписывала. Помогает? И США. Ну, давай. Я говорю об Аббасах. Относительно реформ. Мы должны понимать, что понимают реформы, что вообще хотят от Европейского союза, от Украины. От Украины хотят... Почему? В первую очередь, чтобы Украина была рынком сбыта. Давайте без каких-либо колебаний. Потому что Европейский союз построен. Это проект Германии. Потому что Германия экспортоориентированная страна. Дальше. Почему нас хвалят так занаваемые реформы? А почему? Газ подняли. Промышленность становится неконкурентоспособной. Товары заходят. Безработица растет. Конечно, реформы идут в их понимании. Рынок защищается сейчас. Банковский под заход американских инвестиционных компаний. По их интересам все реформы идут. Все, что нужно. А то, что безработица растет. А то, что экономика падает. Их мало интересует. Конечно, не будут хвалить. Извините меня. Где тут украинский интерес? Давайте посмотрим, хвалят ли украинцы. Покажите нам еще раз, пожалуйста, результаты опроса КМИС. О том, как оценивают украинцы развитие страны и действия правительства в целом. Повторите, пожалуйста. Направление развития Украины как неправильное оценивает 76% украинцев. Это опрос КМИСа, проведенный за две недели в конце мая, в начале июня. 76%. Тарас, а что нужно сделать? Какие шаги должно предпринять нынешнее правительство? Кстати, скоро Гройсману отчитываться за 100 дней. Какие шаги первоочередные нужно принять, чтобы вот это мнение украинцев изменилось? Объяснять. То же самое касается. На самом деле, то, что происходит в Украине с реформой, абсолютно идентично тому, что происходит в Великой Британии. То есть после референдума, тут тоже интересная новость этого дня, это то, что топ запросов в Гугле в Британии, это что такое ЕС. То есть из ЕС вышли, а теперь узнаем, что это такое. То есть это основная проблема существующего регулирования. Оно очень сложное. Если мы говорим об успешности реформ, то нужно вспомнить, что на этой неделе мы снова опустили учетную ставку НБУ. То есть это еще один шаг к макрофинансовой стабильности. Курс доллара все-таки снижается, никак вверх не идет. То есть это, но это все... А вас не смущает, что на следующий год правительство закладывает в бюджет курс 27,2? Это очень далеко... Я не знаю, чему вы аплодируете. Меня это не радует, если честно. Это все, но эти все цифры... Можно вопрос, маленький. Можно потом. Если раз вы зададите. Но эти все цифры, они ужасно далеки от нашей с вами ежедневной жизни. Именно поэтому мы считаем, что у нас все происходит не так, как мы. Поэтому есть одна большая проблема. Это то, что мы очень много времени и энергии тратим на популизм, вместо того, чтобы объяснить, в чем замысел этих реформ. Тот же Гройсман должен очень детально объяснять, в чем вся логика этих реформ. Все должны объяснять, в чем логика реформ, а не заниматься шапкозакидательством. Потому что, если вы... Алексей, можно вопрос к эксперту? А что такое популист? Я прошу прощения. Вот я очень люблю это слово. Скажите, что такое популист? Если можно, объясните обычному зрителю. Ну это, я думаю, что вы сами с этим спрашиваете. Нет, объясните, подождите. Вы используете это слово. Но я хочу вам сказать на будущее. Популист, это человек, обращающийся к вокс-популусу. К общественному мнению. Господин эксперт, изучите вопрос. Материальчик подучите. Ну как же так можно? Вы же сейчас нам пытаетесь убедить в том, чего нет. Вы пытаетесь убедить, что у нас есть реформы. Да выйдите на улицу, не живите в своей мертве. Популируяция. Потому что это... Впереди ваш микрофон, если все напоминает. Вот ваши реформы. 12 миллионов 500 пенсионеров. И две трети из них получают пенсию в 50 евро. Да, откройте, Сергей Микрофон. Почему позор? Это вы называете реформами. Хорошо, хорошо. Это... Хорошо, вопрос состоит в том, что... Страну нужно строить, начинать из... Вы заплатите 200 долларов. Страну нужно начинать строить из того, что в этой стране человек должен получить право, которое выжить. Выжить. Понимаете? Выжить. Сергей, я вот прошу прощения. Вы меня... Вы меня игнорировали в начале программы, а микрофон до сих пор не работает. Простите. Я просто на лошадь. Спасибо. Николай скорит. Я всегда реагирую, так на лошадь. Николай скорит. Потому что это лошадь. Я посмотрю на вас. Через 40 лет. Смирите им 50 левра. Николай скорит. Их не слышат все равно. Продолжайте. Маленький пример, коллеги. Вот маленький пример реформ, о которых говорится. Я сегодня утром был в городе Измаил, Одесской области. В городе Измаил, Одесской области чрезвычайная ситуация общегосударственного масштаба. Сотни заболевших... Если я не ошибаюсь, на этот час речь идет о 630 обратившихся за помощью. Сотни заболевших неизвестная инфекция и ситуация очень, так чтобы не запугивать и не проявлять ситуацию, ситуация очень тревожная. Я общался сегодня с главврачом центральной инфекционной больницы Измаила. И по целому мы бы привезли помощь и так далее. Но какой главный вопрос? Она говорит, вы знаете, в результате нашего реформирования количество коек у нас сократилось до 70, то есть на 100 тысячный город. А было у нас почти 150. И мы не в состоянии справиться, соответственно у нас нет медработников и так далее. Я хочу, чтобы понять, о чем мы говорим, про какие реформы. Реформы это не механическое сокращение бюджетных расходов. Реформы это структурные реформы в экономике, которые приводят к увеличению рабочих мест, к увеличению поступлений в бюджет, к тому, чтобы открывались предприятия и так далее. К защите собственных рынков и, соответственно, к увеличению материального благосостояния людей. То, о чем вы говорите, снизили учетную ставку Натбанка. Вот маленький пример. Снизили учетную ставку Натбанка. Спросите любого предпринимателя. У него улучшился, облегчился доступ к кредитным ресурсам. Соответственно, как-то это повлияло на цену кредитных ресурсов на рынке, соответственно, на размер валу внутреннего продукта и так далее. Это абсолютно разорванные темы. И действительно, важно понимать, что мы поднимаем под реформами. То, что понимают простые люди, потому что они не понимают, как за два года у них увеличились тарифы 8 раз, а их благосостояние увеличилось на 13%. И при этом им рассказывают, что им надо объяснить, как им лучше жить, потому что они просто этого не поняли. Иван Гинник, я не могу взять слово в первой части, когда мы обговорили вопрос о Brexit. А де-факто частина была связана тому, что варто Украине, власне, прагнути вступить в Евросоюз, когда окременно ее члени сегодня проголосовали о выходе. Знаете, это вопрос, мне кажется, немного недоречен, потому что хочу всем напомнить, что европейский выбор Украина сделала на Майдане. Это сделали не политики в стенах Верховной Ради, не политики на ток-шоу. И поэтому давайте рассчитываться с теми, и уважать этот выбор. Принайменно, мы имеем сотню загибших на Майдане. Абсолютно право, но я думаю, что выбор на Майдане тоже был не в том, чтобы 76% населения, они далеко на Майдане не хотели разочароваться в курсе государства через два года и несколько месяцев. Я хотел бы продолжить свою думку. Я хотел бы по другому вопросу, я вас поощрил, до этого вас не слышали. Я хотел бы напомнить всем, что в Украине иде война. Сегодня президент ведет Водяна и Писки. Он инспектовал наши передовые позиции. Он сегодня подписал демобилизацию, пятую хвилю мобилизации. И это важливые вопросы, которые сегодня стримают в том числе реформи. Вы знаете, мы сегодня смотрим в видеоряд из Англии. Все чудово выглядит, но в Украине не так. И не так в том числе, потому что мы втратили 20% украинской экономики. В Украине не так в том числе, потому что мы успокаивали 24 роки корупции. Вы знаете, в чем полягают украинские реформи сегодня? Нам надо прекратить падение, первое за все. Я надеюсь, что это сделано. Принайменно у нас есть фаховцы, которые работали в Министерстве финансов, которые, возможно, подтвердят, что мы спостерегаем, хотя бы невеликий, но рост ВВП в первом квартале. Так, это 2,5% от украинского ВВП. Это не 2,5% падения от 10-го ВВП в мире, который прогнозируется в разе Брексита, если он происходит в Англии сегодня. Поэтому, вы знаете, давайте рассчитываться с теми реалиями, в которых мы живем сегодня. И не нужно заниматься хорошо. Может, это не популяризм, но это демагогия, много того, что мы тут с вами говорим. А через 2 года после революции достоинства списывать все на попередников, вы считаете, не демагогией и не популяризмом? Олегу Волошину, Олег Волошин, затем Вы, Борислав, обязательно. Не, ну нельзя, конечно, не про Брексит, не сказать. Вот Тарас Качка правильно сказал, там начались запросы о том, что такое Евросоюз. Потому что очень много, и не только в Украине, во всей мировой политике, много эфемизмов, которые используют элиты в общении с обществами. А в условиях, когда работает реальная демократия, людям надо объяснять, что они реально имеют в виду. Действительно, большинство британцев, наверное, плохо понимают, что такое Евросоюз. Они это воспринимают, как поток поляков, литовцев и румын, которые приезжают сегодня в Британию, забирают рабочие места и получают социальные льготы. То же самое, реформы. Я абсолютно согласен с тем, что это было сказано. 90% украинцев, если не больше, понимают под этим не упрощение регистрации предприятий, а улучшение собственного материального благосостояния. Тот же Саакашвили провел неплохие регуляторные реформы в Грузии, но был все равно демократически избран другой предприятий, потому что люди богаче жить не стали. Поэтому, если мы будем играть в эфемизмы, если мы будем все время рассказывать о европейском выборе, на Майдане люди тоже стояли за улучшение жизни, а не просто за ГЭТ-Москвы или за вступление в какой-то Евросоюз. Украина – это Европа? Что это не было в ГАТ-Майдане? Не, вы забыли. Может, вы там не были, то другие пытаются. Я там был с 21 ноября. Ну, то ничего, чего эфемизмы начинаете говорить? С европейским выбором люди понимали улучшение жизни за счет Евросоюза. Алёна Баба. Борислав, давайте я дадим слово Бориславу. Я прошу прощения. Вы знаете, я с Бориславом здесь согласен, то, что популист, это там можно говорить английские, латинские слова. Популист – это обращение к людям и говорение то, что они хотят слышать. Так вот, в данном моменте я хочу просто сказать. Я реформа, как вы сегодня говорите, это болезненный путь, очень болезненный. И сегодня самая главная реформа, здесь Сергей, наш коллега по БПП, я хотел бы отметить. Да я подал в суд на Порубея, чтобы вы меня отпустили. Вы же не оглашаете мой выход. Вы сфальшифицировали коалицию, ее нет. Я, Сергей Каплин, депутат Суганяка, написали заявление и подали в суд на Верховный Совет, чтобы Порубей вышел и сказал внятно, Сергей Каплин покинул коалицию и БПП. Я не могу добиться. Что мне с ним сделать? Скажите, пожалуйста. Борислав, подожди. Нет, так не обращайтесь тогда, когда не знаете предмет. Хорошо. Борислав. Я хочу продолжить. Так вот, сегодня Сергей показал цифру 12,5 миллионов пенсионеров. Я хочу просто, чтобы все задумались. Треть населения Украины пенсионеры. Треть населения Украины это молодежь, которая сегодня дошкольного, школьного и другого возраста. И только, чтобы вы все понимали, 3 миллиона людей, работающих, которые должны обеспечить всю эту страну. Я не имею в виду 10 миллионов, которые еще есть, госслужащих, всех остальных, которые тоже живут за счет бюджета. Я хочу просто, чтобы вы все понимали. Так вот, самая главная для нас реформа в стране, это когда эта молодежь останется в этой стране. И она не будет стремиться уехать отсюда. Так вот, для этого впервые, впервые я хочу сказать, мы сделали максимально, что бюджет Украины впервые становится главным инвестором страны. Что сегодня мы не распыляем свой... А что же вы проинвестировали? Секундочку, бюджет на выплату Газпрому, потому что мы должны были погашать долги по газу. Что вы проинвестировали? Мы не сделали сегодня откаты, перекаты и все остальное, что я делал раньше. Мы сделали то, что сегодня, я говорю, что сегодня бюджет Украины становится самым главным инвестором страны. Мы начинаем строить дороги, мы начинаем делать все реформы. Я просто хочу сказать вам до конца. Впервые я отдаю дань уважения Министерству экономики и Министерству финансов, где работал Игорь, наш коллега, что мы через систему Прозора впервые можем видеть, как сегодня распределяются государственные деньги. У меня только один вопрос к господину Розенблату. Господин Розенблат, если объясните мне, пожалуйста, просто у меня плохо с поображением. Субсидии это тоже инвестиции, я так понимаю. Только секундочку, это инвестиции в энергокомпании, которые принадлежат олигархам, которые получив эти деньги из бюджета Украины, выводят их в офшоры. Я правильно понимаю? Я могу ответить, правильно? Без эмоций. Я хочу сказать, субсидия Газпрому, в 2014 году, в 2014 году, и министр, замминистра финансовой области, Балан, секунду, 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 мы о тарифах поговорим во второй части программы. Борислав, вы запомнили вопрос, вы готовитесь к ответу, пока не можете. Алена, пожалуйста. Вы задали вопрос, почему люди не видят результат реформ. Потому что у нас в Украине есть системная проблема всего института власти. А она заключается в том, что цели реформы в доведении тарифов до безубыточности, а не в том, чтобы определить, человек должен быть здоров и что для этого нужно. Человек должен быть богат, и что для этого нужно? Человек должен чувствовать себя в безопасности в этой стране, и что для этого нужно? И когда будут поставлены цели, и каждому человеку скажут, вот эта цель, быть здоровым, она означает, нам нужно принять такой, такой, такой закон. Тогда люди будут понимать, к чему мы идем. А когда мы ставим целью, когда мы ставим целью доведения тарифа до уровня безубыточности и увеличения объема добычи газа, то, извините, какое это отношение имеет к той конечной цели обеспечения качества жизни? Вот это есть проблема. Спасибо. Анна Малкина. Добрый вечер. Я не смогла бы участвовать в первой части, тоже хотела бы несколько слов сказать о референдуме, который состоялся в Великобритании, какое ему будет иметь последствия для Украины. Дело в том, что Великобритания на самом деле не особенно в этот Евросоюз и вступила, потому что Великобритания имела всегда, имеет свою валюту, она имеет правосторонние движения, она имеет свою меру длины, она имеет свою систему права, она имеет свою модель англосаксонскую местного самоуправления и так далее. Этот список можно перечислять очень долго. И поэтому на самом деле, да, в Шенген, не вступила в Шенген. И поэтому на самом деле евроинтеграция Британии была очень условной, но выход Британия по-английски сделать не сможет, потому что в процессуальном плане действительно этот процесс займет очень-очень большое количество времени. Но какие последствия для Украины, к сожалению, никто не сказал о том, что Великобритания была одним, действительно, я с Бориславом соглашусь, одним из самых серьезных сторонников Украины в контексте продления и даже усиления санкций против Российской Федерации. Сегодня очень активно обсуждается вопрос о том, чтобы эти санкции или ограничить, или их снять вообще. Все европейские страны сейчас уже смягчают риторику по этому вопросу. И Британия вместе с Соединенными Штатами Америки как раз-таки отстаивала позицию о том, чтобы вынудить Россию вернуться в рамки международно-правовых отношений. Это первое. Теперь в отношении реформ. Почему в Украине люди не видят реформ? Потому что реформы, которые проводит украинская власть, они не ориентированы на человека простого. И на сегодняшний день эти реформы ориентированы на то, чтобы отвечать хотелкам МВФ, которые сажают Украину, посадили и поддерживают, консервируют зависимость Украины и посадили Украину на кредитную иглу зависимости. Что на сегодняшний день украинские граждане, украинское население несет финансовую ответственность за финансовую безграмотность, финансовую халатность и финансовое преступление нашей действующей власти. Кстати, о финансовой игре МВФ. Давайте об этом поподробнее. Что со следующим траншем? Мы уже удовлетворили все требования МВФ или нет? Алексей, как вы считаете? И вот тут очень большой вопрос и большая связь с этим британским референдумом для наших реформаторов в Уряде. Потому что фактически у нас очень похожая ситуация. Британцы воспротивились, ну как они называли, диктату Брюсселя, когда у них была забюрократизирована система выдачи хотя бы разрешений. В Британии их было меньше. Британцы, простые британцы не были услышаны властью, а власть не то что Тарас говорил, не скоммуницировала до них реформы. Да, у Британии было что хотя бы коммуницировать, а у нас нету даже чего коммуницировать, поэтому вопрос не в коммуникации. У нас то же самое. Диктат МВФ, люди, власть не слышат, проблему с тарифами, о которой все кричат, проблему ухудшения просто экономической жизни людей. А у нас такая бедность, у нас 50% населения претендует на субсидии, и это понятие энергетической бедности, в той же Британии 10-15% энергетически бедны. И вот эта вот ситуация, когда у нас такое реакционное общество, она может взорвать ситуацию изнутри. И это сигнал как раз для власти. Передоговаривайтесь с МВФ, понятное дело, что мы без него сейчас не выжим. Передоговаривайтесь, чтобы МВФ слышала людей, передоговаривайтесь, чтобы у нас было все намного лучше. А среди тех договоренностей, которые мы слышали, предварительные, мне кажется, что это подорвет ситуацию изнутри. Григорий, передоговариваться реально или нет? И транша ждать или нет? Это зависит от того, как передоговариваться. Я сегодня вернулся из Вашингтона, и как раз, можно сказать, по горячим следам визита, первый визит официального премьер-министра и делегации. И имел возможность просто так сверить часы. В отношении МВФ, если отвечать, скоро будет уже в августе год, когда Украина получила последний транш. Вы помните, первый транш был 5 миллиардов, второй 1,7 миллиардов. Сейчас идет разговор, что третий транш, который должен был быть, также 1,7 миллиардов. Скорее всего, если и будет принято решение, неизвестно когда, то не будет 1,7, а он будет переполовинен. Но я общался с инвесторами, если мы заговорили об инвестициях, которые собрались на встречу с представителями украинского уряда в Совете по бизнесу Соединенные Штаты и Украина. Я спросил, какое впечатление произвели? Первое, что они сказали, сказали, не знаем почему, но на 45 минут делегация украинская опоздала. Мы сидели, как бы ждали инвесторы, директора крупных компаний. И вот, ну, возможно, я спросил, какое ваше мнение о премьер-министре? Просто такое. Они сказали, очень приятный человек, создает хорошее впечатление, выглядит оптимистично. А какую самую большую реформу он провел, как он сказал? Он сказал, что раньше графика, даже быстрее, чем предусматривалось, были подняты тарифы. Даже этого не требовал МВФ, а подняли с опережением графика. Если это реформы, то вряд ли это что-то принесет. Почему инвестиции важны? Потому что инвестиция, что это такое? Это суждение инвестора о будущем страны. Если он видит это будущее, если он уверен в нем, и он знает, что он вернет вложения, то инвестиция приходит. Если не уверен, то не приходит. И о чем основная проблема? Что визит хорошо, да, создали такое неплохое впечатление. Григорий, извините, давайте мы дождемся 100 дней, и тогда детально поговорим. Главное, я могу сказать сейчас, главное препятствие, главное препятствие сейчас для инвестиций, не отсутствие программы реформ или внятных каких-то шагов, а слово, которое начинается на букву К. Коррупция. Это главное, основное препятствие. С этим сложно не согласиться. Игорь, ваш прогноз, тарифу быть, не быть, почему его, кстати, переполовинили, от миллиарда 700 осталось там около миллиарда. И прогноз, а если не дадут, мы зиму переживем? Очень коротко, прежде всего, эти первые две темы, они были очень связаны, и мне кажется, что очень правильно, вот несколько коллег уже говорили, у нас проблема в доверии к реформам не в том, что их нет. У нас проблема в том, что нет стратегической цели, зачем делать реформы? Какая их конечная цель? Что мы хотим добиться? Любая реформа, это лишь инструмент, это средство достижения цели. У нас не обозначили цели, ни экономической, ни социальной, никакой другой. У нас нету этой цели. У нас не к чему стремиться, мы никуда не идем. Мы как лебедь, щук и другие земноводные, да? Поэтому мы движемся, мы потеем, брауновское движение происходит, куча энергии выделяется, вроде что-то происходит, результата нет. Почему нет результата? Потому что нет цели. Раз. Относительно МВФ, знаете, я долго боялся это вслух произносить, но за последних 20 лет Украина еще никогда не получала третий транш. Не только Украина. Никогда. Мы имели несколько программ с МВФ, потом мы их пересматривали, мы делали другой формат. Это практика фонда или Украина все время права? Нет, это проблема Украины. Проблема Украины? В первую очередь. Нет, это фонд так работает. Нет, нет, другие страны получали, Украина не получала. Никогда третий транш. Это начиная еще с 90-х годов, когда мы только начали сотрудничать. И то же сотрудничество, которое мы продлили после этого, на самом деле пошла другая программа. Вместо стендбай мы взяли ФФ. Есть шансы в этот раз прервать эту неприятную третий? Мне кажется, есть. Мне кажется, что в июле шансы есть. Бориславов, вы продлили. Я сегодня услышал очень грустную шутку. Звучала она примерно так. Очередной транш МВФ так и не пришел, а первый транш мусора из Львова Киев уже получил. Украина удивительная страна. Мы формируем наш бюджет, исходя из кредитов. Может быть, стоит наполнять по-другому бюджет. Может быть, стоит рассматривать действительно создание не только рабочих мест, но и создание комфортных условий для бизнеса, чтобы появлялись новые рабочие места, чтобы инвестор появлялся не только внешний, но и внутренний. Нам пора уже переходить. Борислав, согласитесь, все это называется... Все это называется реформами, следы которых в Украине мы искали последние 30 минут. Вы заметили реформы в Украине? Спросили мы у наших зрителей, которые голосуют на сайте подробностей.ua. Покажите нам, пожалуйста. Сколько процентов ответило «да»? 15. Вот ответ на многие вопросы, которые здесь звучали, но не получили ответа. Мы продолжим ровно через несколько минут. Реклама будет очень короткой. Впереди у нас очень интересные темы. Дождитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Сергей! Это «Черное зеркало», мы продолжаем. Спасибо, что дождались. Цифра дня, на которую, возможно, многие из вас не обратили сегодня внимания, но поверьте, она отразится на вас уже в следующем году и отразится существенно. 27,2. Такой курс предлагает правительство заложить в бюджет на следующий год. Насколько он реалистичен? Как будем при нем выживать? Ведь надеяться на реформы, судя по всему, мы можем очень осторожно, ведь реформы эти напоминают невидимки. Вопрос первый присутствующим. Продолжаем наше ток-шоу. В принципе, уже прозвучал. Насколько реалистичен курс 27,2, предлагаемый правительством в бюджет на следующий год? Да, Николай. Вы знаете, я бы не привязывался так к самой цифре, потому что курс – это некий интегральный показатель торгового, платежного и так далее баланса. Цифра, которая на сегодняшний день есть, 25, все понимают, что она тоже достаточно искусственна. И, скажем, в этой ситуации вы говорите, как мы будем выживать. Вопрос не в том. Вопрос в том, какие будут доходы у населения и как эти доходы будут формироваться, как будет формироваться товарная масса на рынке, соответственно, и ценовые показатели. Поэтому, скажем, главный вопрос – это не вопрос курса, это вопрос, как будет жить экономика в следующем году. А вот когда сейчас говорили о транше МВФ, вот здесь сидят представители коалиции. Вот вспомните, как вы голосовали за бюджет этого года. Была мантра, что если не проголосуем, вы не проголосуете за бюджет, то не дадут транше МВФ. А если проголосуете, то его сразу дадут. И если его не дадут, то это сразу гибель для страны, для экономики. Уже прошло более полугода. И благодаря, не благодаря действиям правительства, а благодаря относительно изменяющейся конъюнктуре, удачно изменяющейся конъюнктуре на рынке металла и химии, страна более-менее живет. Плюс ожидание более-менее нормального урожая. Вот вся экономика. И никаких действий правительства. И заслуги правительства, то, что вы сказали, вот что есть маленький рост ВВП, никакой в этом нет абсолютно. Действительно, Борислав, а коалиция все-таки думает выполнять свое обещание? Мы о курсе обязательно, зрители, уважаемые, поговорим. Через несколько минут, раз уж отвлеклись на бюджет. Переписывать-то вы его обещали, правки вносить обещали в течение ближайших двух недель. Это было зимой. Где правки? Правки были заветированы президентом. Если помните, мы проголосовали за изменения в бюджете правообразования, в частности ПТУ. И вторая была правка в транспортных субсидиях и льготах для пенсионеров. Но я хочу просто сказать про мотивацию голосования. Вы считаете, это единственное, что нужно было поправить? Это были основные две, что нам было пересмотреть. У недосконаловому бюджете на 2016-е годы вышли на акции протеста. Борислав сказал про ПТУ. ПТУ уже... Одну секундочку. Три месяца люди не получают заработную плату. Что они хотят сделать? Они хотят сейчас их довести до... Они довели до конца учебного года. А с 1 сентября они их просто не откроют. Вот и вся реформа ПТУ. И не надо выделять деньги. Основной мотивацией, которая была при голосовании за бюджет, это было поднятие зарплат военнослужащим, работникам полиции, работникам всех служб, для того, чтобы действительно люди шли на крон и понимали, что они сегодня должны получать достойную зарплату, а не 2,5 тысячи гривен. Остальные что должны делать? Теперь, что касается ваших... Триста. И не было тогда судей по триста. Вопрос теперь о другом. Судей недавно повысили. Вопрос теперь о другом. Я хочу просто ответить своему коллеге, который сегодня так вот, ну, рассказывает про социальные гарантии, людей и всего остального. Я тоже хочу, чтобы наше государство имело доход такой, чтобы обеспечили все социальные законы, которые были приняты за 2-4 года. Но на сегодняшний день мы не в состоянии этого восполнить, потому что наш бюджет страны не позволяет нам этого сделать. Перестаньте его разбазаривать и будет все в порядке. У нас на сегодняшний день, послушайте, я не говорю про разбазаривание. Я говорю сегодня про то, что надо наполнять его. Сегодня не стоит вопрос, вот видите, у вас один вопрос, как с него забрать? А сегодня у нас стоит вопрос другой, наполнить его. Я могу показать, как наполнить, вы не хотите слушать. Только что господин Григорий, он сказал эту фразу. Мы с августа месяца независимы от МВФ. Мы не получали транш, а доллар сегодня падает. Только благодаря изменившейся конъюнктуре. Говорите, что угодно. Но сегодня металлургия работает. Сегодня работает химическая промышленность. Сегодня работает охрана. Это есть сегодня наш актив. Вопреки вам. Секундочку, не вопреки. Мы потеряли 20% ВВП. Так вот я хочу сказать, чтобы вы просто понимали. Именно вы. Это точно, это правда вы сказали. Это наполнение бюджета, из которого потом можно все платить. А просто все платить, не наполняя или жить кредитом. Я правильно понял, вы отрицаете, что принятие бюджета на 2016 год, вы объясняли необходимостью это сделать для того, чтобы получить кредит МВФ. Не было такого, да? Нет, не кредитование. Основная мотивация была, это изменение в бюджете, в частности зарплат и бюджета бизнеса. Я должен тогда сказать, что у вас есть, извините, Николай, я хочу сказать, Борислав, что память вас немного уже начинает подводить, потому что мне не составило труда очень быстро найти цитату декабрьскую вашего партнера по коалиции Арсения Цунька, который тогда был премьер-министром. Цитата. Я жду подписания бюджета президентом. Когда-то произойдет, наши западные партнеры и МВФ, которые предоставляют беспрецедентную поддержку Украине, в этом году около 10 миллиардов долларов выдадут по принятому документу в соответствии с нашими обязательствами. Я хочу сказать, господин Аценюк тогда просто слукавил. Почему? Потому что он тогда понимал, что мы должны еще проголосовать законы, которые позволят нам получить МВФ. Но я думаю, здесь сидящие депутаты ни один не проголосуют за этот закон, потому что в основе их на сегодняшний день нет тех положений, с которыми мы боремся. А именно социальные годы, социальные нужды людей. Из депутатского корпуса хоть кто-то сейчас работает над вопросом внесения права в государственный бюджет Украины на год текущий. Эти правки нужны. Кто-то думает о том, что деньги, выделенные на субсидии, уже на исходе. Вам их не хватит до осени. Мы говорим уже полчаса об МВФ. Что вы не начинали? Деньги, выделенные на субсидии, из 33 миллиардов выделено уже 26 единых. Еще прошлого года не потратили. Еще прошлого года не потратили. Мы говорим полчаса об МВФ. Я удивляюсь, мы с вами в одной стране? Там же взаимозачеты, они же не деньгами даются. В этом большая проблема, что вот в этих вот всех субсидиях, там же взаимозачеты, и получают их не люди. Мы не говорим о монетизации субсидий, то, что мы сейчас создаем, и фонд энергоэффективности, и прочие вещи. То есть мы говорим о разных вещах. И у нас сейчас до того, по-моему, это же ваше цитата, что мы хотим взять кредит МВФ для того, чтобы выплачивать субсидии. Никогда в жизни. Можно? Никогда в жизни. Кредит МВФ не произнесло, да, Сергей. Позвольте пару слов. МВФ это стабилизационный фонд. То, что сейчас волновало... Сергей, давайте о монетизации, если можно, субсидии. Я уверен, что зрители напряглись. Это очень важная тема. Безусловно. Никто из здесь, здесь присутствующих, не будет спорить с тем, что одним из путей, как ни парадоксально, наполнение бюджета, является хотя бы приостановление коррупции. Чтобы это произошло, необходимы классические, традиционные для Европы институты по навзору и контролю за тем, что происходит в Кабмине. Я вынужден вместе с Гордиенко, главой госфининспекции, судиться, чтобы восстановили госфининспекцию, которую уничтожили. Понимаете, сегодня в государственном, ключевом государственном органе, в Кабмине, где сосредоточен весь потенциал финансовый, институциональный, нет органа, который контролирует, куда тратятся деньги госкомпании, министерств, Кабмин на целом. Раз. Второй. Вторая составляющая. Вот здесь господин Ованский говорил о связи МВФ с макроэкономическими показателями в стране, ну там в том числе, или в частности с курсом. У денег, у МВФ и его денег есть два рецепиента, два получателя. Это Национальный банк Украины, правильно? И государственный бюджет. Я возьму, к примеру, май. Там небольшая была сумма. В мае 3,2 миллиарда долларов, кажется. 2,2 получил государственный бюджет, 2,0. 1,2 миллиарда получил Национальный банк. Сейчас Национальный банк с тем, чтобы удерживать в том числе гривну, с тем, чтобы как-нибудь, ну давайте говорить, абсолютно неестественно создавать видимость в стране порядка, не дефолта и не банкротства, будет тратить все эти деньги, играя просто на внутреннем фондовом рынке. Это не является ни в коем случае никакими реформами без новых фабрик, без новых заводов, без повышения зарплаты, без повышения пенсии, до доведения, как сказала представитель самопомощи, зарплаты и пенсии до физически реального уровня, прожиточного уровня, чтобы человек мог выжить, реформ в этой стране начинать не нужно. И если вы говорите, что вы не знаете, как наполнить, уйдите, дайте новым молодым политическим силам выиграть эти парламентские выборы. Не принимайте участие в политике, если вы собираетесь спасать страну эту в следующие 50 лет. Люди хотят завтра результат. И все знают формулу этого результата. Деархизация, демонополизация, иллюстрация политических партий, которые как банды засилили в парламенте и сидят 20 лет. Борислав, а я хочу вас снова огорчить. Ваша память вас подвела дважды уже за этот эфир, буквально даже дважды за последние 5 минут. Цитата. Украина планирует выплачивать субсидии населению на оплату жилищно-коммунальных услуг и средств, которые предоставляет Международный валютный фонд. Об этом заявил в эфире телеканала, не буду называть какого, народный депутат от БПП Ростислав Розенблад. Продолжим. Юрий Левченко. Юрий Левченко, вы член бюджетного комитета. Вам, как никому, знать. Бюджет нуждается в правках? Смотрите, безусловно, бюджет потребует изменений, но перед тем, как изменять бюджет, нужно принять изменения судебы в податковый кодекс. Нужно принять законопроект по демонополизации, ликвидации... Борислав, только не читайте другие сообщения. Это телефон... Это моё сообщение. Я думаю, что 12-й вырослова из контекста, там есть объяснение. Что деньги, которые мы сэкономили в бюджете, в бюджете сэкономили. И которые, секундочку, сэкономили в бюджете, и мы ждём этого транша, для того, чтобы эти деньги сэкономлены, используют на субсидии. А те деньги, которые получили МВФ, доложили, как стабилизационный фонд. Нужно быть остальным человеком, чтобы допустить такую ошибку, мне кажется. Юрий Продолжение следует... Ну, знаете, что до дилетарства, просто, знаете, на превеликий жаль, у нас 10% так, 80, в лучшем случае, народных депутатов, даже не читают законопроекты, за которые они голосуют. Это так, просто, между прочим, знаете... Ну, вы нам не открыли, амирики вообще... Просто это треба згадывать, чтобы люди просто понимали, чтобы они за эти депутаты не голосовали. Так вот, вопрос, что до изменения бюджета, поляга в том, что, так, бюджет треба изменять. А для того, чтобы бюджет изменять, надо сначала увеличить дохідную часть бюджета, так? И это есть, как сделать. Когда тут дехто в студии говорит про то, что говорим только про растрату, растрату, а как же же наповнювати? Ну, у меня тогда риторичное питание до представников коаліції, и діючих представников коаліції, и людей, которые вышли из коаліції пару месяцев тому. А чему, например, колишний голова Виховной Ради Гройсман, сегодняшний премьер-міністр, и діючий голова Виховной Ради Парубій, чему они уже больше півтора року не вносят, навіть на розгляд парламенту, не то, что за них голосуют, а на розгляд парламенту не вносят законопек, закон за моим авторством, щодо розірвання договору з Республікою Кипра, щодо уникнення подвійного податкування. Вот через цей один договір абсолютно легально, щомісяця, щомісяця, щомісяця з України виводиться від 300 до 500 млн доларів без жодної копійки податків. І, до речі, по це заявила навіть офіційно, коли, знаєте, я по це говорю вже кілька років, іноді ви дозволяєте собі щось там посміхватись на ефірах. Так от, ваш колишній улюблений міністр Франції, якого ви так розхоряли, пані Наталі Яреська, в серпні минулого року це офіційно заявила на форумі підприємців в Києві, що у нас найбільші проблеми – це Республіка Кипра і виведення грошей на Республіку Кипра. То якщо ж така проблема з наповненням бюджету, так? Чому ж це одновічне? Це проблема понятна. Крім цього, я не перебиваю, як професіонал, який працює в бюджетному комітеті, скажіть, наскільки остро стоїть вже ця проблема внесення права, які статьи треба необхідно срочно внести в них правки, і якими, можливо, даже соціальними взрывами грозить оттягивання цього процесу? Дивіться, знову таки, з фахової точки зору, тут треба робити не просто зміни до бюджету, тому що зміни до діючого бюджету, які апріорі неправильні, грубо говоря, когда и на что не хватит денег, грубо говоря. А в тому плані, конечно, на грошей вже не вистачає. Вже зараз немає грошей. На справедливі пенсії людям, так? На справедливу мінімальну заробітну плату, так? Не вистачає грошей для нормальних лікарень, для нормальних доріг, для нормальних освіти. Для цього всього не вистачає грошей. Тому що хтось, бачите, в Виховній Раді не хоче втрачати свої податкові преференції і, наприклад, скасувати цю угоду з Кіпом. Хтось не хоче руйнувати приватні монополії, хтось не хоче запроваджувати прогресивний платок доходів фізичних осіб, щоб ті, хто заправляють більше, платили більше. А не так, як у нас зараз є, всі платять 18%. Незалежно від того, чи ти заробляєш 4 тисячі гривень, чи ти заробляєш 40 тисяч гривень. Всі платять однаковий військовий податок, так? Півтора відсотку. Всі. І мільйонери, і бідні. Ви в середину раз подтверждайте. Тому питання полягає в тому, що оці законопроекти треба приймати, і тоді зразу є дохідна частина, і є на що ці гроші розподіляти. Але навіть в цьому бюджеті, до речі, ці законопроекти є, зокрема, теж за моїм авторством. Ну, наприклад, є роздуте фінансування МВС, апарату МВС, яке до АТО не має жодного стосунку, так? Є роздуте фінансування Генпрокуратури. На суддів збільшили, поліжню з минулим роком, збільшили колосальне фінансування в 2016 році, фінансування суддів. Навіть до цього, ні-ні, я зараз говорю не про заплати суддів, не перекручайте, а на фінансування видатків на будівлі суддів, на комуналі послугів суддів, на нові меблі для суддів, от про що я говорю. Оці всі видатки можна було б перенаправити хоча б кілька десятків мільйонів на освіту, на медицину, це можна було б зробити. Але це, звісно, ніхто нічого не зробить, тому що насправді у нас в країні зараз, що відбувається? У нас зараз відбувається, будують країну кланів. Є клан, будують країну, є клан, вибачте, по-другому не можна сказати, мінтів, клан суддів, я нас не кажу, подчасних мілістоналів. І в бюджеті країни, я просто резюмирую ваше вступлення, бюджет країни на сьогоднішній день соткан із переплетення інтересів отдельних кланів, а не інтересів простих українців. Тому що спеціально будують так систему, що є клан низьких верст населення, які складають 1% всього населення України, їм дають фінансування, щоб вони захищали можновладців-олігархів від гніву народного. І от вся, вся державна політика, кажуть, немає політики, немає цілі. Ні, ви помиляєтесь, ціль є, є ціль у можновладців. Набивати свою кишеню і все робити для цього. Олександр. Возвращаюся до вашого питання про показання валюти, наскільки вони реалістичні, в бюджеті закладывались. Давайте повернемося до цих цифрів, які можна проконтролювати. Допустим, рівень інфляції, який закладывався в цей бюджет на рівні 12%. На сьогоднішній день реальні цифри по реальній інфляції вже 20-25%. Тобто ми бедніємо. Ну, це давайте елементарно понятно. О тому, що, як приймався бюджет. Це вже хороша українська традиція, приймати бюджет в последній, вже просто в секунды, коли інакше ми будемо жити по бюджету предыдущого року. Соціальні выплаты не пересматривались і не індексировались вже просто давним-давно. І ми живем, давайте чесно, откровенно, при доларі 5. Наші зарплаты посчитаны, навіть не при доларі 8. А ми живем 27-30. Скільки був не був... Ви предлагали ці инфляційні деньги как раз отдати на увеличення зарплаты пенсії. Я говорю о том, що ціфри нереалистичні. Тобто нагрузка на українського країнського колосальна. І коли ми почнем говорити о реальних цифрах, потому що понятно, що в бюджете вони приукрашені, то ми даже ціфри, які на бумагі не можемо реализувати, не говорять о тому, що нам реально потрібно. А не пересматривався бюджет по одній прекрасній, понятній, елементарній причині. Голосів нет. Можливо, вони його поставили на голосування, і він требував пересмотра і в першому кварталі, і полгода прошло. Ніх голосів. І поки вони не з'являються, нічого не змінюється. Так смотрят, в принципі, українці вживають, але вживають і може до конца року доживають. Действительно. Анна. Алена, извините. Уважаємі господа, зарплаты, які ми хочемо проіндексувати, вони зависят від відстояния економіки. Тобто не можна просто сказати, що ми зараз взяли і проіндексували зарплату в бюджеті і внесли в соответствуючі змінення. Вчера був енергетичний форум. Очень важне событие под руководством господина вице-прем'єра. І на ньому прибыли представители ведущих українських банків. Вони сказали следуючу інформацію, що сьогодні у банків, доступними для кредитування, є більше 100 мільярдів. Тобто це деньги ліквідні, в наявності в банках, які не мають потребителя. Тобто не мають того, хто б взял цей ресурс. Тепер ми говоримо з вами. Тобто, ми ждемо кредитування відкуде. У нас є в наших банках сьогодні 100 мільярдів. Що должно зробити государство, і що зробити бюджет, для того, щоб інвестиції з банковського сектора, верні, кредитами ми інвестували в економіку, і заработала економіка через інвестиції. Так вона працює. На самом деле, государству треба дати толчок. Государство має показати, що сьогодні є приоритетом. Оно має говорити о том, що ми видим, що сьогодні задача номер один – сократити потреблення самого дорогостоюєчого ресурса. Це газа. Газ, потім тепло і все інше. Газа має дати орієнтир. Тому, що є приоритетом. Дякую за перегляд, а почему деньги не йдуть в реальну економіку? А так це політика Национального банка. У нас фактично ситуація напоминає преддефолтну ситуацію 98-го року, коли деньги не поступали в реальну економіку. Фактически поступали только либо в ОВГЗ, тогда какие-то были краткосрочные бумаги, не помню їх название. І деньги не выходят із фінансового сектора. А зачем? А зачем банку вкладывают в реальну економіку? В реальний сектор, потому що він ризковий. Непонятно, какая інфляція. Сейчас інфляція точно вже не буде вирішена параметром 12%. Почему? Потому що зараз вже бізнес починає закладувати нові тарифи в свої ціни. Уже через 2 місяці ми почуваємо рост цін. І понятно, що банкам... А зачем рисковати? Я дам деньги Национальному банку, либо государству через ОВГЗ, і все. У нас замкнута система. Це преддефолтне ситуація. Касаємо того, які ми зараз обсуждаємо параметри, у нас країна непосередньо вже більше 10 років живет. Ми фактично, у нас росли і зарплати, і пенсії, але не росла производительність труда. Ось в чому проблема. Ми не сокращали потребление дорогостоючого газа. Вот там, це такі золоті времена, там 2005-2007 год. Фактично, це була накачка кредитним ресурсам западних банків. Ну, помните, кризис супраймов, да? Очень дешеві кредити, які пляші з запада. І ми давно вже не живем непосередньо. А зараз з цим треба бороться. Але то, як ми це робимо, не за счет росту тарифів і обнищення населения. Тому що це сокращає внутрішні прогнози і так далі. Я хотів би сказати, що насправді ми по кругу пройшлися і поговорили такий узел проблем, які друг за другом вважуться. І откуда-то треба починать розв'язувати. Тобто з якогось сторони. Тобто кожен просто по-разному предлагає. Але по-більшому счету, тут я хочу вспомнить дуже інтересну вещь, яка вчера з'явилася. У нас президент Обама підводить итоги свого президентства, дає программне інтерв'ю. Він дал інтерв'ю Bloomberg Business Week о своєй економічній політиці. По-більшому счету, якщо його читати, то він робив в 8 років приблизительно то же саме, що робить зараз правительство в останні 2 роки. Наведення якого-то порядку на фінансовому ринку, дирекуляція, з-за якого появляться робочі місця. Не правительство їх создає. Правительство ставить услови, в которых появляться робочі місця. Торговая політика, открытие доступа на якісь іншні ринки. Але це відбувалося в течі 8 років. Т.е. ми з вами намагаємося убедити публіку тут, що це можна зробити так. Ні один із проєктів, о яких ви говорите, так не робиться. Навіть якщо ви за нього візьметеся. Це требує 2-3 років. Тут питання по поводу банків. Да, зараз у нас учетна ставка 16,5%. Але динамика її сниження за останні несколько місяців дуже багато. Це значить, що якщо вона сохраниться, але я це знаю по своєму опыту, можливо, інтересний, але не більші частина наших телезрителів. Тому що наших телезрителів, извините, але волнують насущні вопросы. Як їм вжити при всіх цих глобальних планах, які часто ще в країні не виконуються. Ігор Рюманский, ми почали розговор в цьому часі з цифрой 27,2. К сожалению, практика показує, що курс долара, заложений в проєктах бюджетів, в следующому році отличається. І відвичається, к сожалению, не в пользу українців. Коли ми можемо видити курс 30 в обмінниках, 35? Така можливість є чи ні? Смотрите, курс є отраження як як в якніх інших процесів, з однією, так і емоціональних, психологічних процесів, які відбуваються внутрішній країні, як на самому фінансовому ринку, так і, знову, головне, в отношіх участників, в тому числі людей, к тому, що відбувається. І дуже часто голосування ногами, коли люди слишком активно приходять в банки, либо покупає гривну, либо продаває гривну, влиється на цей курс. І, безусловно, для того, щоб відповідати на ваш вопрос корректно, я вам скажу просту вещь. Правительство строить предположения. При услові, що економіка буде розвиватися, при услові, що внешні ринки будуть такі, ціни будуть такі, це буде таке, а така ситуація буде така. Тобто йде прогноз, йде закладування определенних сценарів. Те сценарії, які строилися і які предполагалися, реалістичні ли вони? Якби, в тому числі в Україні, підтримувалися цих сценарів, то їх можна було б достичь. Ми зараз долго обсуждали, в тому числі, як там, принімався бюджет і так далі. Знаєте, я тихо улыбався, я думаю, особливо народні депутати прекрасно знают, що, напрямок, к тому же бюджетному процесу принятия, я м'явив, мягко говоря, прямое відношення. І с якою мотивациєю і потрібно було його принімати, я, наверное, мог би відповідати достаточні кваліфіційно. І я искренне убеджен, що його потрібно було принімати. І не із-за МВФ, і не із-за каких-то інших причин. Проблема в тому, що слишком багато було іниціатив разного толку, і, соответственно, вхождення в 1-12-ю цього року привело би к коллапсу публичних фінансів. Ви становитесь з політиков і не напугали українців зараз, ну і не обнадежили. Ви говорили, що тут звучали мисли. Спасибо, Ігор, тут звучали мисли і від вас. Борислав, я вижу, я дам сейчас слово обязательно. О необхідності наповнення бюджету. Не в последнюю очередь, можливо, не в первую, але бюджет наповняється і своевременними платіжами за коммунальні тарифи. За платіжки. Минрегіонразвитие сегодня выдало прогноз неутешительний. Они ожидають по своїм подсітом, що сумма поступлений по оплаті за коммунальні услуги в Україні упадет на 25-30%. На цій неділе діло тарифів добралось і до судов. Щоб не ошибиться, тарифи стали предметом судебних розбирателів, щоб не ошибиться. Батьківщина протестувує тарифи на тепло і горячую воду в судах. Правильно, Григорий? Правильно, Алексей? А АПОБЛОК просит суд признать незаконним повышення кабминам ціна на газ. Але давайте розберемся, стане ли легче українців после цих дел о платіжках? Перший вопрос логично задати представителям Батьківщини і оппозиційного блока. Сами-то ви верите в успіх цього підприємства? Ви знаєте, ми народні депутати. І та історія, о якій зараз речі йдет, вона не случайно визникла. Коли ще Алена знає, коли вперше підняли тариф і об'яснюється, чим угодно. Народні депутати спробували розібратися, а як считають? Откуди береться ціфра? Сказали, це МВФ визначило. Неправда. Не визначає МВФ, які тарифи должны бути. Це не дело МВФ. Фонда ніколи не було і бути не може в принципі. Тобто це була пряма ложа. Потім об'яснили, що така методологія, і якби она міжнародна і правильна. Разобрались, не міжнародна і неправильна. Просто взяли цифри для того, щоб переложити з одного кармана в інший карман, об'яснювати це захистом найбільше незащищених слоів населения. Але сменилося правительство. І якби були в інших ожидання, що уроки якісь виучили. Тем більше, що, ну і по опросам було видно, що не доверяють вже люди цим сказкам о плахому МВФ і хорошому правительству, яке захищає бедних людей. Але ми увидели, к сожалению, то ж саме. Як я вже сказав, навіть з опереженням того графика, який правительство согласовало з МВФ, підняли тарифи на все, що тільки було можливо. І, звісно, коли нескільки раз ставився вопрос, щоб в парламенті були з'ознана соответствуюча комісія, робоча група, для того, щоб проголосувати соответствуючий законопроект, і в тому числе, що касається направлення газа української добычи на оплату населения, яке потребляє цей газ, і інші. Але, к сожалению, це не получало ответа, то, звісно, залишається якій? Ідти в суд, що ми і зробили. Ніколай, ваша мотивація? Ви за газ боретесь, да, за ціну на газ? Я в чому-то соглашусь з колегою. Единственное, що, коли говорять, змінилося правительство, що була коаліція значально в цьому созыві? Це було БПП в президиумі парламента, Народний фронт в руководстві кабінету міністрів, плюс антураж ще з трьох фракцій, які його добавляли. Потім антураж відпал, вони поменялись між собою. Один сел в президиум парламента, другой в кабінет міністрів. Вспомніте слова Арсіния Петровича, коли він був оппозиціонером в отноші того, о чому сказав господин Немиря, о газі української добычі. В Конституції записано, що у нас газ, все недра принадлежат народу. Коли зараз піднімають ціну на газ і кажуть, не думайте о газі української добычі. Газ це все микс, що зашло, що вийшло. Як це немає? І ось 20 мільярдів кубометрів газа добувається газу нашій добычі. І коли представники власні говорять о тому, що давайте переложимо, у нас нам необхідні інвестиції в газовий сектор, ми скоро не зможемо бурити, ми скоро не зможемо добувати. Чому це треба перекладати на простого українця? Ваша мотивація, понятна, большинству українців. Боле того, я уважаю, що більшість українців вас зараз підтримують. Як довго це може затягнутися, всі ці судебні розбирательства? Верите ли ви вообще теоретично в успіху? Спросили, верю чи не верю. К сожалению, в позитивне решення с нынешним состоянием судебної системи верю слабо. Але якщо этим не займатися, і якщо зложити руки, і ждати, і говорити, як все добре, то тогда просто треба... А що зараз робити українцям? Смотрите, якщо мені не зміняє пам'ять, якщо мені не зміняє пам'ять, то вже с 1-го іюля прийдуть перві платіжки по новим розценкам. По-моєму, за горячую і холодну воду. Якщо я не ошоваюсь. За холодну в августі, за горячую і вже в іюля. Українцям вже платити ли подождати, поки отменять в судах? Борислав, чому зменять? Украінці просто не в состоянии. Є проблема, що цього вибору немає, Алексей, тому що у людей просто немає денег. Так платити ли подождати, Борислав? Ваш совет. Можна только сделать маленький шаг назад? Я хочу сказати, що у нас же мошенничество починається з самого начала. Нашим людям предлагають платити, допустим, за тот же газ, за куби. Прекрасно. А какая калорийність у цього куба? Я постараюсь объяснить. Представьте себе, що ви отапливаєте свою квартиру. Вам потрібно для цього либо один куб, калорийність которого порядка 9 тисяч калорий, или три куба, которые по 4 тисячі калорий. Але оплачувати ви будете за куби. Во всей Европе, в той же Германии, я сам это видел, во многих квартирах уже стоят калориметры. То есть они уже мерять в калорийність. За потребленное тепло. А нам предлагают мерять в кубах. Шарлатаны с самого начала понимают, что выгоднее впаривать людям. Борислав, ви просите слово. Я прошу начать с совета украинцам. Платить уже с 1 июля по новым платежкам или подождать решение суду? Я хочу, чтобы все понимали одну вещь. Платить надо, если есть возможность. Если нет возможности, есть центры социальной помощи, есть субсидии, и деньги есть для того, чтобы 40 миллиардов гривен покрыть наших обязательств. Поэтому сегодня коллапса с платежами не будет. 40 миллиардов гривен приспособлено на бюджет. Все. Это точка. Теперь я хочу просто вернуться тоже на шаг назад. И объяснить людям. У нас сегодня как-то по Ленину идет шаг вперед, два шага назад. Ну это Сергей ее ближе. Меня вопрос другое интересует. Сегодня мы все обсуждаем, как надо жить и какие у нас перспективы. Я хочу просто напомнить маленькую ремарку вам особенно. У нас бюджет страны 580 миллиардов гривен в размере. Из них 3 статьи, которые практически его уничтожают наполовину. И эти статьи, они у нас сегодня самые защищенные. Так вот я напоминаю вам. У нас бюджет армии, порядка 100 миллиардов гривен, которого раньше не было. И при вас тем более. У нас есть внешние долги, порядка 87 миллиардов, что тоже никогда не было. Пусть мы покажем те долги, которые вы брали. Это вы их создали. Третий. Вы их увеличили. Я прошу дальше. А что же вы не всекаете? Вы не спрашиваете. Я должен помолчать. Это бюджет, это то, что мы подкрываем нафтогаза. Стоимость порядка 100 миллиардов гривен. Так вот 300 миллиардов из 580, а на остальных живите как хотите. Так вот наши люди имеют нижние зарплаты, которые вы с своим дурацким снижением ЕСВП, практически обретли на банкротство. Потому что мы не делали никаких реформ раньше. Я закончу свою свою мысль. Так вот сегодня стоит одна важнейшая задача. Мы знаем, как наполнять бюджет. И мы для этого все необходимое делаем. Что ж вы этого не делаете? Мы делаем. Создаем рабочие места, проводим дирегуляцию, проводим все реформы для того, чтобы люди могли инвестировать в страну. Главный инвестор, еще раз повторяю, это бюджет Украины. Второй инвестор, это частный инвестор. Покажите, куда вы что-то проинвестировали. Хоть один пример. Так вот, инвестиции в страну уже идут. На плохом уровне, на низком уровне. Но они сегодня и идут в страну. Так вот, я хочу сказать, те сегодня даже ваши коллеги, которые сегодня в металлургию вкладывают деньги, которые сегодня делают все для того, что металл лом не воздется, как металл. То есть он здесь бюджет тогда. Вы же говорили, что главное... Так вот, мы говорим сегодня за кучу доллара и привязываемся к цене газа. Так вот, я хочу сказать одно. До тех пор, пока украинцы не будут считать, сколько они потребляют газа, пока они останавливаются в каждой квартире счетчики, до тех пор мы не будем затискивать у нас в газа. Когда человек получает 1600, а платит 1500, ему нечего считать. И делаем все для того, что мы, товарищи Сергея Капкин, но просил маленькой ремарки Тараса, а потом Сергею. Большой математик. Я думаю, что не ждать или ждать платить или не платить, это уже как бы выбор каждого. Но то, что каждый точно должен делать, и Алена, и Алексей согласится, и уже коллега тоже упоминал, в любом случае нужно утеплять дом, устанавливать многозонный счетчик, контролировать свои затраты. Цена может быть завтра низкая, послезавтра очень высокая, через три года гипервысокая. Но парадокс состоит в том, что мы расточительные сетки. Тарас, вы просили о ремарке, теперь свою ремарку вставлю я. Это можем позволить себе вы и я. Да, Юрий, вот об этом мне хотелось сказать. Вы и я еще можем себе это позволить, а пенсионерам вряд ли. А пенсионерам вряд ли. Да, Сергей, прошу. Вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, за что? Откуда взять? Девяти миллионам пенсионеров, которые получают пенсию в пределах тысячу сто, тысячу двести гривен. Скажите, откуда взять? С еды, с лекарства. Послушайте, с еды, с лекарства. Еще откуда? Откуда? Может достать то, что на смерть отложено и заплатить вам субсидию? Заплатить, купить энергосберегающее оборудование или материалы? Второй вопрос. Второй момент. Скажите мне, пожалуйста, разве мы тут не понимаем, что субсидии это те деньги, которые положили вам в левый карман, но час назад забрали с правого. Это деньги с дорог, это деньги с реформы здравоохранения, это деньги с обороны, это деньги, которые могут быть направлены на развитие страны. Третий вопрос. Третий вопрос. Акцент. Слушайте, а есть ли в стране хотя бы один человек, еще, который верит в то, что судебные процессы приведут или создание ТСК, вот мы, может быть, с Березой еще верили там год назад, когда бились за то, чтобы создать ТСК, но мы же это все подняли сюда. Но поле не работает. Это чистый развод. Это не будет работать. ТСК без полномочий не работает. Достаточно людей водить за нас. Раз. Достаточно свой народ обманывать. Два. Тарифы будут изменены. Они будут изменены девятым созывом парламента. Пока что мы имеем ситуацию, что страна осталась один на один. Сергей. Я закончу одно предложение. Очень город. Когда будет изменен национальный экономический курс, и когда будет как в Норвегии, когда есть государственная компания, Сатоэл, которая все добывает, и все продает, и единственный игрок на внутреннем рынке. И нету Ивановых, Петровых, Сидоровых. В крайнем случае, в крайнем случае, эта компания продает по той цене, по которой норвежец может заплатить. Она самая дорогая страна в мире. Поэтому. Она самая достаточная страна в мире. Поэтому. Сделайте нас самой дорогой. Мы вам только по-настоящему. Я еще раз говорю. Нет альтернативы новым выборам. Суды еще даже не начались. И на сегодняшний день украинцы остались один на один с новыми тарифами. Скажите, пожалуйста, как будет реагировать власть, если ситуация с непроплатами станет критической? У нас расцветет коллекторский бизнес в стране? Сейчас будут забирать людей в квартиры. Но увеличится субсидия. Вы думаете, почему недавно был принят закон о создании частных исполнительных служб? Это для вызвания Давайте сейчас разъясним украинцам. К ним в дом может вломиться коллектор. Их могут оставить без жилья. Он называться будет не ракетиром, будет называться частноисполнительная фирма. Хорошо. От того, что он культурно три раза постучит в дверь, затем он берет квартиру, ничего не изменится. Выдивания будет долгов, по-другому не будет. И все. Я хочу объяснить. которые требовали 500 миллионов гривен на свою службу. При вопросе, сколько вы принесли в государство, был вопрос где-то порядка 400. Вдумайтесь. Исполнительная служба живет за счет государства, а не за счет своих сборов. Кому нужна такая исполнительная служба? Так вот, я хочу сказать другое. Не выполнение судебных решений сегодня. Это не фикция, а сегодняшние реалии. Так вот, они работают себе на черный карман. И зарабатывают тем, что, действительно, сегодня приходят, выбивают деньги и договорятся за половину своей. Сегодня, создавая конъюнерскую службу, в Украине, вы работаете на суде. Суды не работают. Логика, логика, чудовая. Суды не работают, давайте, приватные суды. Полиция не работает, давайте, правду, полицию. Парламент не работает, давайте, приватный парламент. Нет, это запрещено. Вы будете разбирать закон. Это наша логика, чудовая логика. Идите дальше, по-друге. Это запрещено закону. Нет, пока вы не приняли такой закон, вы поймете такой закон, оно будет не запрещено. Это тоже было запрещено, а это будет не запрещено. Голубальный услуг не заберет. А зачем вы тогда принимали это? Это приватная служба, которая должна не из бюджета жить, а за счет того, что они будут действительно выполнять судебные решения. Я вот этот закон читал. Только не так экспрессивно, Юрий, пожалуйста, нас всех лик они выдерживают вашу наполу. Я не могу не экспрессивно, потому что приняли закон жахливо, который будет знущаться на 90% в украинстве, и вы потом скажете, что все нормально. Я этот закон читал, я под него боролся в Виховній Раді. Я вам дам одну цитату из того закону, который вы написали, я не знаю, кто написал, и приняли. Звідно этого закону, приватный виконавец может сам зайти до сусіда Боржника, вот есть Боржник, он винен кому-то и что-то. Сусіда заходит до сусіда и каже сусіду, оцей телевизор у тебя стоит. Это твой, или это твоего сусіда Боржника? И если у этого человека не будет доказательств, что это... Есть такое закон, если не будет доказательств у этого человека, что это он, особенно купил этот телевизор, то этот приватный виконавец может его забрати без решения суду, так? И выкрости так у сусіда и выкрости в погашение Бога. Оце той закон, який вы поняли. Вы читайте, за что вы голосуете. Вы не поняли, как это закон вообще набрал такие голоса. Да в том том плане, что вдумайтесь, в том том плане, что вдумайтесь, но если вы не читаете, разумеете? Вдумайтесь. Вот читайте, за что вы голосуете. Возвращаясь к проблеме тарифов. В чем весь сырбор? Была одна модель, когда газ внутренней добычи шел на нужды населения и население платило цену, даже может быть через черниску, потому что она была экономически необоснована. Начали переходить к другой модели. Но то, что меня пугает, это вот эти вот непрофессионализм и полумеры. Потому что, вот отвечая как раз на вопросы Тараса, то, что говорили, до того, как поднимать тарифы, что люди не могли их оплатить, должны быть установлены счетчики, чтобы люди знали, за что они платят. Должны быть начать утепление, реальное утепление, а там, где люди не могут брать кредиты, создавать УСББ, должны все создавать УСББ со временем. Сейчас не все могут создавать УСББ. Возможно, какие-то государственные программы помогать, потому что нам действительно нужно сокращать потребление. Третье, у нас должен работать рынок газа. Что такое рынок газа? Когда ты можешь купить не только у НАК нафтогаза монополиста, который заинтересован тебе цену задрать такую, а у разных компаний, которые добывают, и они конкурентоспособны могут снижать цену. Тот же статуил зашел к нам, мы у него покупаем, как в Европе, ты можешь покупать у кого угодно, и это снижает цену. И ключевое, ключевое, что не было сделано, потому что у нас за энергонеэффективность страны платит сейчас население, монополисты, которые нам поставляют тепло, монополисты, которые поставляют рынок, должны стать энергоэффективными и перейти с другой модели. Потому что модель продавать много по дешевой цене должна замениться, продавать мало под дорогой. То есть люди должны потреблять меньше, им должны меньше продавать. У нас на привлении людей, но никто за монополистов вообще не взял. Не стоит ли политикам уже начинать потихоньку готовиться к тарифным бунтам? Безусловно. Когда люди получат осенью первые платежки вот с такими суммами, куда они пойдут? Не все пойдут в очереди избиркассы. Поверьте мне, Анна Малкина, как вы считаете? Вот разрешите, я буквально по-вашему... Вы не Анна Малкина, не перебивайте. Я знаю, что Аня простой человек и девушка, нельзя перебивать. Можно? Не перебивайте, Анна. Вы знаете, я думаю, что осенью как раз-таки начнется тот кризис неплатежей, о котором уже все сказали, и преодолеть его действительно будет очень тяжело. Я хотела бы сказать о том, что вообще вот эта вся ситуация с повышением тарифов и с субсидиями, она напоминает, не напоминает, очень похоже на серьезную аферу, которая противоречит задекларированным государственной властью реформам. Я сейчас приведу один маленький пример. Дело в том, что, ну, наверное, народные депутаты знают о том, что сейчас большое количество людей обращается к своим работодателям с просьбой уволить их официально и платить зарплату в конвертах, для того, чтобы иметь возможность получать субсидию или получать субсидию, большую субсидию на оплату коммунальных платежей. Что это означает? Это означает, что бюджет украинский... Я могу подтвердить, я знаю такие истории тоже. Да, так вот, бюджет украинский, он просто не будет дополучать бюджетных средств, которые платили с работодателями с этих зарплат. То есть, с одной стороны, у нас украинская власть говорит о том, что необходимо выводить бизнес из тени и сокращать теневой сектор экономики. С другой стороны, создается ситуация, когда власть сознательно стимулирует увеличение вот этого теневого сектора. И еще один момент, я здесь хотела бы сказать о том, что о связи, о корреляции между политическими лидерами и популистами. Это тот достаточно спорный момент, который возник у нас еще на... в начале программы. Дело в том, что вот народные депутаты сами, которые здесь присутствуют, они не могут оптимизировать на сегодняшний день свою собственную работу в стенах парламента. То есть, очень много говорится там, например, о парламентской этике, о каком-то необходимости создания парламентского кодекса. Вы не можете свою хозяйственную деятельность оптимизировать. Скажите, сколько тонн бумаги вы ежедневно получаете в руки, имея гаджеты, электронные приборы, с помощью которых вы можете и коммуницировать, и решать вопросы, и читать, как минимум, эти законопроекты. Почему за два года наш украинский парламент и присутствующие здесь депутаты не обратили на это внимание? Поэтому, вы знаете, как говорится, начинать наводить порядок нужно со своего собственного дома, со своего собственного двора. И поэтому 6 июля профсоюзы всей страны, со всех городов, всех отраслей приезжают под Верховную Раду и Кабмин. Всех приглашают в 10 часов. В 10 часов. Мы свезем со всей страны десятки тысяч профсоюзных лидеров и дадим бой этому Кабмину и всем органам по поводу таких приглашаю всех киевлян. В деньги где возьмешь? Отвечая на ваш вопрос, нужно ли платить людям или нет. Профсоюзные организации. Не у тебя. Я бы действительно попросил всех на самом деле относитесь к этому вопросу серьезно. Дорогие люди, вас, в том числе, в этой дискуссии пытаются сделать крайним. Безусловно, есть разные модели, есть разные проблемы, но, к сожалению, к сожалению, все равно крайними остаются люди. Если они не платят, к ним начнут приходить коллекторы, другие возникают проблемы и так далее, и так далее. Будут ли отменены тарифы? В Украине такие прецеденты были. Как раз из-за кризиса и коллапса неплатежей. Это было. Возможно ли это сейчас? Коллапс неплатежей на самом деле очень реален этой осенью. И об этом говорили очень многие, в том числе международные эксперты, в том числе международных финансовых организаций правительства Украины. Услышали ли их? Тут я абсолютно согласен. Эта мысль прозвучала. Модель была предложена правильно, но она не была вовремя сделана. Нельзя единомоментно переходить из одного состояния в другое. Это была катастрофическая ошибка. Этот процесс нужно было растянуть на 3-5 лет. О финансовом положении общества. Понятно. Я 30 декабря подал в отставку из правительства после принятия бюджета. Многие вещи были приняты правильно, но не вовремя и не с теми акцентами, не с теми временными лагами. К сожалению, эти ошибки, в том числе с бюджетом, сейчас мы все уже видим. Это нужно исправлять сегодня. И как можно быстрее, я так понимаю. Ну что, как вы думаете, как ответили наши зрители на вопрос, должны ли суды отменить новые тарифы? И могут ли отменить? Или должны? Да, уверены более 80% наших телезрителей, которые смотрят нас и голосуют на сайте подробности.ua. Ну, мне кажется, даже комментировать здесь нечего, но вы, Борислав, например, можете попробовать. У нас удивительная страна. У нас падает доллар, растет цена на бензин. У нас растет доллар, растет цена на бензин. Падает во всем мире нефть, у нас растет цена на бензин. И когда ты задаешь вопрос, а почему растет цена на бензин? Отвечают, потому что дорогая доставка бензина. Я бы хотел, чтобы наконец-то у нас понимали, что ответственность политиков перед государством, перед обществом, заключается в том, чтобы создавать комфортные условия для проживания граждан. В случае, если государство не может создать такие условия, граждане имеют право разорвать паритетный договор подчинения власти. И нам грозит, я не шучу, я серьезно объясняю, просто примитивные вещи, которые мы политики понимаем, большинство, я вижу, Юра понимает. Обещать не разумеете, как раз. Так вот, надо понимать, господа, инстинкт саморазрушения, который в вас заложен, на сегодняшний день губителен и для государства. Либо вы поймете, что граждане в следующий раз выйдут не на Майдан, а на Калаевщину, либо же вы поймете, что надо создавать условия, в которых граждане не выживали, Действительно, кое-кому, наверное, стоит изменить свое отношение к Украине и не относиться к ней, как к дойной корове, которую можно доить бесконечно. И при этом помнить, что дойные коровы, которых замучили, не всегда теряют сознание и умирают. Иногда они берут своих мучителей на рога. Это было Черное зеркало. Спасибо, что смотрели. В следующую пятницу обязательно увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ